Всем привет! Это новый диалог на простых числах. И сегодня у нас в гостях кандидат философских наук Марина Бурик. Добрый вечер, Марина. Добрый вечер. И сегодня у нас разговор пойдет о состоянии общества в России и на Украине, до, во время и, возможно, после тех политических событий, которые сейчас происходят вокруг нашего западного соседа. Марина, у меня к вам такой вопрос. Если простой обыватель посмотрит новостные сводки Первого канала любого федерального российского СМИ, то у него создастся такая специфическая картина окружающего мира, в частности, выражающая некоторый острый, нескончаемый и, наверное, непреодолимый конфликт между двумя реальными братскими народами, украинским и российским. А вот на самом-то деле, с точки зрения философии, общественных, политических процессов, есть ли этот конфликт на самом деле? Или же это продукт государственной пропаганды, выражаемые интересы каких-то политических сил? Нет, ну на самом деле нельзя отрывать общество от вот этих самых политических сил, потому что современный мир живет совершенно определенную историческую эпоху. Эту историческую эпоху хорошо поняли и охарактеризовали еще в начале 20 века. Это эпоха империализма. И тут важно понимать, что не просто у нас там в каких-то странах есть империализм, а в каких-то его нет. Империализм характеризует всю эпоху в целом, всю историческую эпоху. И для империализма характерны переделы мира между крупными монополиями. И в частности, то, что мы наблюдаем, у нас вполне себе является одним из таких переделов мира между монополиями. Народы в этой ситуации выступают в качестве материала или добычи. И поэтому на самом деле никакого интереса российского, украинского народа в этих событиях нет. Здесь они не выступают как субъект исторического действия. Скорее, они являются объектом, являются инструментом для достижения интересов тех или иных монополий. И вот это самый важный вопрос, который, от которого все строится. То есть, если мы понимаем, что у нас сейчас эпоха империализма, это эпоха, когда мир не просто поделен, а уже несколько раз переделен между крупными монополиями, это эпоха усиленной эксплуатации труда капиталом и эпоха, когда капитализм уже, собственно, дал человечеству все, что он мог дать, находится в той стадии, когда он, во-первых, тормозит развитие человечества, во-вторых, порождает все ужасы, которые мы наблюдаем, в том числе и регулярно порождает мировые войны. И эти мировые войны, опять же, как мы это видели, как мы это наблюдали. Сейчас самая такая актуальная параллель, это именно с Первой мировой войной, потому что мы откатились в это состояние. У нас сейчас нет ни одного социалистического государства, которое бы представляло не интересы империализма. И, соответственно, здесь пока народы в этих войнах, они не представлены. В принципе, здесь представлен монополистический капитал с одной и с другой стороны. А вот если поконкретнее говорить о монополизме, какие монополии воюют с двух сторон? Ведь нас уверяют в том, что речь идет лишь об очистке соседнего государства от нацистов и все. О каких экономических интересах вообще здесь может идти речь? Ну, на самом деле, вот те нацисты, которых мы видим в телевизоре в российском, они в основном существуют исключительно в телевизоре. Ну, тут как работает это все? Все, что мне не нравится, мы называем, ну, мне, это тому, кто создает эту картинку, называется нацистом. На самом деле, вот то, что сейчас происходит, оно как раз не очищает от национализма, о котором постоянно говорят СМИ. Оно как раз способствует развитию национализма. Ну, вот после событий с Крымом, например, без какого-то добавления финансирования гораздо больше численность украинского национализма появилась, то есть развивалась. Сейчас же вот такое национальное угнетение, которое имеет место, которое налицо, оно провоцирует ответную реакцию в форме вот националистических кругов. Поэтому шовинизм, с одной стороны, естественно, порождает национализм, с другой стороны. И здесь речь идет как раз не об очистке, а о том, что многие люди, которые до того никакими националистами не были, теперь националистами станут. Но все-таки, возвращаясь к монополиям, мы прекрасно знаем крупные российские транснациональные корпорации, Газпром, Роснефт, Аэрофлот и другие сырьевые, особенно компании, чьи интересы в России и за рубежом очевидны. Говоря об Украине, мы не можем назвать, наверное, таких же соразмерных предприятий, которые могли бы выражать интересы такого же рода, как и Газпром. Это все-таки более локальные капиталисты, хоть, возможно, тоже очень агрессивные кусачи. Можно ли говорить о том, что здесь борются какие-то два равновеликих капитала? Или речь идет о борьбе российских монополий с какими-то иными, стоящими за пределами, собственно, географических пределов Украины? Конечно, естественно, это вообще-то ни для кого не секрет. И более того, здесь нельзя говорить о России как о таком субъекте в чистом поле, который ведет борьбу исключительно сам. На самом деле, если присмотреться к этим событиям, то события на Украине можно назвать или подготовительной, или начальной стадией мировой войны. То есть здесь можно спорить, подготовительная это или начальная стадия. Но то, что мир у нас сейчас находится в условиях передела между, с одной стороны, странами БРИКС, с другой стороны, Соединенными Штатами и сателлитами, это факт. И то, что начинали развивать военно-промышленный комплекс, в том числе и Россия проводила несколько программ перевооружения, и в Китае тоже развивались все эти дела. Так что рассматривать Россию, Украину, как что-то там отдельное, локальное, не приходится. Здесь мы можем говорить только о стадии вот этого мирового передела. И то, что в Украине свои интересы преследует западный капитал, ну, я не знаю, как это можно не заметить, и кто это может не заметить. И то, что украинское государство, которое готово воевать до последнего украинца, тоже отстаивает интересы вовсе не украинского народа, а капитала, это факт. В России происходит то же самое, и власть представляет тоже крупный капитал. Ни для кого не секрет, государство вообще-то это аппарат подавления одного класса другим. Это вообще-то основа социальной науки, что там, где общество может управляться свободно и без государства, там мы не имеем классов. То есть не значит, что общество не управляется никак, просто оно управляется свободной ассоциацией людей. А государство нужно там, где нужно представлять интересы именно определенного класса. Поэтому различные есть определения государства, или как комитет по управлению общими делами буржуазии, или как аппарат подавления одного класса к другим. Но это все не противоречивое. Определения — это те определения, которые просто указывают на роль и функцию государства в обществе. И было бы странно, если бы государство, которое всегда представляло капитал, здесь вот начало руководствоваться какими-то другими интересами, ну там, интересами мира и дружбы, интересами защиты прав русскоязычных граждан и тому подобными интересами. Или, допустим, интересами народа Донбасса. Ну, 8 лет его эти интересы не интересовали, и тут вот почему-то стали интересовать. В эти вещи верят, конечно, люди, потому что, ну так устроено производство общественного сознания в современном мире, что для производства идиотов, ну идиоты — это вообще-то в Древней Греции означает частное лицо. Само это слово означало «человек, который не участвует в гражданских делах». Все. Больше ничего оно не означало. Больше сейчас страны идиоты получаются. То есть в Древней Греции именно это имелось в виду. Но само негативное отношение древних греков к таким частным лицам, оно как раз выражается в этом слове «идиот», и вот эта негативная часть, она сохранилась. Не синоним обывателя, мещанина. Да, наверное, синоним обывателя. И вот для того, чтобы производить просто обывателя, достаточно, чтобы он потреблял определённые, ну просто другие потоки информации, не связанные с политикой. Для того, чтобы производить патриота, достаточно тоже, чтобы был поток информации определённого рода. Потому что сейчас у нас, если говорить о общественном сознании как целом, то надо разочаровать. Общественного сознания как целого нет. Сейчас общественное сознание производится как потоки внутренне законченных фрагментов, при помощи которых индивиды делают те или иные вещи. И, получается, вот эти внутренне законченные продукты для потребления, когда человек их потребляет, то есть они внутри себя определённым образом организованы, логичны, но они никак не связаны с другими потоками информации, в которых человек живёт. Поэтому у нас, например, вполне себе возможно, когда очень верующий человек заодно, ну как верующий по праздникам, как положено. При этом его вера никак не рушится представлением о том, что Земля круглая, а не плоская, что у нас существуют спутники и так далее. Потому что, например, когда у нас религия была, господствующая формой общественного сознания, когда потом появлялась наука и претендовала на господство как форма общественного сознания, это была борьба не на жизнь, а на смерть. И тогда простое представление о том, что Земля круглая и вертится вокруг Солнца, оно рушило всю картину мира. У современного человека картины мира целостной просто нет. Современный фрагментарный индивид, он вполне себе может функционировать без целостной картины мира. Если раньше крестьянину, какой бы он примитивный ни был, все, что у него происходит в жизни, должно уложиться в какую-то картину мира, связанную с тем, что есть Бог, царь и так далее, то современный фрагментарный индивид должен только, оно называется, компетенцией, то есть он должен уметь различать потоки информации и в них ориентироваться. И при таком способе производства общественного сознания те простые политтехнологии, они становятся довольно-таки простыми. Не говоря о том, что риторические приемы, которые используются, они были разработаны, опять же, теми же древними греками, тут мало что появилось нового, не считая визуальной составляющей картинки. Но здесь важно то, что вот этот идеальный продукт, он заставляет людей действовать определенным образом. Ну, как минимум, допустим, чего-то не делать или что-то делать, что-то поддерживать, не задумываясь о том, а как это вообще связано с миром в целом, с тем, как устроен мир, как устроено современное общество. Это просто не нужно. Нужен пример. Иначе некоторые наши не самые подготовленные зрители могут запутаться. Ну, пример, хорошо, пример. Ну, вот, допустим, сейчас, раз мы уже заговорили в Украине, если для людей, которые очень сильно смотрят телевизор, может показаться, что всякий, кто говорит по-украински, является бандеровцем. Ну, на самом деле, это далеко не так. И совсем не так. И на самом деле люди, которые знают украинскую культуру, прекрасно понимают, что она вообще-то культура мирового уровня. Во-вторых, что она, лучшие ее представители, они вообще-то социалисты. То есть лучшие представители украинской литературы, классики украинской литературы, это все люди социалистических убеждений. Или такое общенародных социалистических убеждений, как Тарас Шевченко. Ну, то есть он скорее просто народный поэт, но чем он отличается от других любителей народа, тем, что он не просто любит народ, он видел в народе реальную действующую силу. Гуманист. И нет, не просто гуманист, не просто ему нравился народ. А дело в том, что он действительно смог увидеть в народе действующую силу. Он смог увидеть в нем субъекта. И он обращался к народу, как к людям, которые могут порвать свои цепи и идти куда-то дальше. Классики украинской литературы, Лесси Украинка и Иван Франко, они вообще-то занимались такими вещами, как перевод манифеста коммунистической партии на украинский язык. Они занимались переводом глав капитала и антидюринга. То есть, кроме того, что они, конечно же, вели обширную литературную, переводческую деятельность. И в этом смысле украинская культура в ее лучших образцах, она гораздо ближе русской культуре, но это именно культура социалистическая. И важно эти вещи знать и понимать, потому что сейчас, после вот этих всех событий, точка соприкосновения, точка, которая может объединять эти народы, она лежит вовсе не в абстрактном единстве народа России, народа Украины, а лежит в плоскости единства пролетариата. Единство пролетариата предполагает освоение вообще-то самых высоких достижений человеческой культуры и предполагает знакомство с представителями практического материализма разных народов. То есть, грубо говоря, пока буржуазия устраивает войну, чтобы русский и украинский народ вообще могли разговаривать без ненависти, надо учить украинскую культуру русским, надо учить даже украинский язык, чтобы... Ну, то есть здесь по Маяковскому. Знаменитое стихотворение Маяковского долга Украине это как раз великое произведение тем, что он показывает как раз там, где могут действительно эти народы объединяться. Ну, там он цитирует интернационал по-украински. И здесь, конечно, важно не просто там махать флагами, цитировать интернационал, а именно знать украинскую культуру как вообще-то передовую и социалистическую. И на этой почве объединение народов возможно, и на этой почве объединение народов действительно будет не абстрактным, а если мы вспомним, что в каждой нации есть две нации, буржуазия и пролетариат, ну, это как бы основа, то нас, конечно, здесь интересует объединение пролетариата, объединение людей труда, которые страдают в этой войне и которых используют в этой войне для достижения интересов крупного монополистического капитала. Возвращаясь к вопросу о монополистическом противостоянии крупнейших центров силы в современной экономике, ну, можно условно провести эту границу по линии НАТО БРИКС. Ну, правда, с БРИКСом я бы, наверное, все-таки поспорил, поскольку БРИКС в 2000-е годы был относительно монолитным объединением. Напомню, что это странная аббревиатура из первых букв стран Бразилия, Россия, Индия и Китай, и уж, по крайней мере, Бразилия вряд ли может считаться союзником Китая сейчас. Ну, и, в общем-то, Россия из этого пула крупных стран, быстро растущих экономик начала 2000-х, сегодня выпадает, все-таки не выдерживая этот темп Россия. Ну, Россию вообще нельзя считать здесь каким-то самостоятельным... Ну, да. Я просто к чему это говорю, к тому, что мне думается, что все-таки в первую очередь акцентировать внимание здесь стоит на позиции Соединенных Штатов и Китая. Вот это сейчас два основных центра, противостоящих друг другу. И вопрос... У меня такой возникает. Все-таки империализм — это определенный этап в развитии капитализма. Ленин называл его высшей стадией. Ну, высшей на момент... На момент исследования того капитализма, о котором он говорил. В данном случае он говорил об империализме как о некоторой завершающей стадии. Но, тем не менее, на эту тему есть немало научных работ, где пытаются авторы уточнить понятие об империализме. В частности, есть такое суждение, по-моему, его сформулировал Джованни Ориге, относительно того, что империализм, описываемый Лениным, представлял собой не конечный этап капитализма вообще, а лишь завершающий этап одного из циклов развития капитализма, в частности, того цикла, где центром капиталистической экономики уступала Британия. Ее закат свершился в эпоху Великой Депрессии и зачем уже завершился окончательно в годы Второй мировой войны, после чего Соединенные Штаты стали гегемоном мировой экономики. И начался новый цикл, и теперь мы вновь погрузились в вот этот завершающий этап, но не всего капитализма, а просто нового цикла, американского цикла накопления, который выражается в обострении противостояния стран друг с другом. Я почему задал вопрос? Потому что все-таки человеку, смотряющему на эту проблему со стороны, может быть непонятно, почему же империализм, если мы говорим о нем как о некотором начавшемся в конце XIX века этапе и продолжающемся до сих пор, почему в рамках этого длинного исторического этапа обострение политической борьбы является приходящим явлением? Страны то вступают в конфликт друг с другом, то живут относительно мирно. Скажем, 80-е, 90-е годы, 2000-е, это вообще говоря, такое время глобализма, дружбы, жвачки. Соединенные Штаты направляют инвестиции в Китай. Сегодня даже до сих пор Си Цзиньпин вспоминает те времена с большим теплом, считая, что это были времена хорошего сотрудничества США и Китая, может быть даже к ним и вернуться стоило бы. Почему же время противостояния сменяется эпохой смягчения риторики и наоборот? В чем логика этой цикличности? На самом деле мир при империализме это и только перемирие. И в понимании империализма важно, именно как высшей и последней стадии капитализма, важно не только то, что это период передела между монополиями, а то, что это вообще-то канун социалистических революций. И здесь, конечно же, Ленин был прав абсолютно на 100%. Это доказало весь период социалистических революций XX века. То, что революции потерпели поражение, но так никто же не гарантирует, что в каждом конкретном случае именно эта революция дойдет до уничтожения общественного разделения труда. Потому что вообще-то социалистическая революция это не просто нам взятие власти социалистами, это может быть только условием. Революция заключается в том, что происходит уничтожение общественного разделения труда и что то же самое товарного характера общественного производства. И вот сдвиг в эту сторону, он, естественно, был и XX век это только доказывает, то есть подтверждает правоту Ленина в данном вопросе. И считать, что дело там, что английский цикл накопления, американский цикл накопления, нет. Здесь вот этот взгляд, он ущербен тем, что он не берет капитализм с точки зрения его границы. Ну, то есть проблемы, грубо говоря, у людей, которые отбегают от точки зрения, немножко другие, не такие, как у представителей практического материализма, для которых теория это вообще-то инструмент деятельности, инструмент действия. И здесь как раз важно то, что империализм подводит к обобществлению средств производства, подводит к обобществлению вообще-то труд человеческий, с одной стороны, а с другой стороны обостряет все те противоречия, которые характерны для капитализма как такового. И здесь что важно? Важно, что капитализм, вообще-то, это общество развитого товарного производства, где товаром является все, в том числе и рабочая сила. И вот это самое товарное производство уже уперлось в свою собственную товарность. И для того, чтобы существовать, для того, чтобы производство прибавочной стоимости было возможным, оно нуждается в разного рода костылях, если можно так сказать. И вот одним из костылей именно в условиях производства, в производстве, а не в просто перераспределении прибавочной стоимости, является так называемая производственная виртуализация. О чем речь идет? О том, что появляется наряду с производством средств производства и производством средств потребления еще один этаж, производство потребления. И вот это производство потребления, оно эволюционирует Эволюционируют от производства отдельных моментов до производства образа жизни. И фактически это является производством людей под вещи. Но оно уже работает не так. То есть это не товарное производство на службе у товарного производства. При этом там довольно сложное взаимоотношение между этими тремя сферами общественного производства, которые можно рассматривать как три отрасли больших одного общего капиталистического механизма экономического. И они, конечно же, связаны между собой. И если рассматривать, как у нас воспроизводится весь общественный капитал, то нужно учитывать их соотношение, чтобы происходила полная реализация. Что касается производства потребления, тут все очень сложно. Дело в том, что реализуют не то, что производят. А что? Ну, если в производстве средств производства реализуют эти самые средства производства, в производстве средств потребления реализуют средства потребления, которые были произведены, то в производстве потребления реализуют социальный эффект, а не те продукты, которые производят. Ну, допустим, если у нас речь идет о каком-то блогере, который аффилирован со всякими компаниями, которые производят, допустим, сноуборды, всякие приспособления для сноубордов и так далее, и тому подобное. И он рассказывает о том, как хорошо ездить в горы, как смотреть на горы, показывает разные видео, ну, и заодно, не прямо, но рекламируются все вот эти товары. Или, допустим, если взять какой-нибудь мультсериал, его смотрят дети, смотрят его бесплатно. То есть и продукт блогера, и эти мультсериалы сделаны для того, чтобы человек, который их непосредственно потребляет, за них не платил. Платят за них совершенно другие люди. Дело в том, что все вот эти вещи имеют смысл только потому, что они связаны, они предполагают целую индустрию. В основном они живут за счет продажи прав на использование бренда. Это и детские игрушки, и детская мебель, и изображения на продуктах питания и так далее. Потому что если это игрушка, любимый персонаж, любимого мультфильма, то дети сделают все, чтобы родители им купили, и при том, что ткани на нее, допустим, потрачены столько же, сколько и на соседнюю игрушку, реально она представляет для ребенка большую ценность, реально она будет продана. И в цене этой игрушки потребитель оплатит и производство потребления, то есть тех самых мультфильмов, которые смотрел ребенок. Но при этом, во-первых, сам потребитель получает эти продукты бесплатно. Во-вторых, капитал, который платит за использование бренда, или платит тому же блогеру за рекламу и так далее, его интересуют не прямо, как вот с товарами обычными, стоимость определяется общественно необходимым рабочим временем, затраченным на производство товара. Мы пока опустим момент превращения стоимости в целом производства. Здесь же важно именно масштаб социального функционирования, то есть, грубо говоря, сколько народу это смотрит, сколько народу это потребляет. И при одних и тех же затратах на производство мультфильма, ролика и так далее, смотреть его может совершенно разное количество людей, и, соответственно, социальный эффект будет другой. То есть в конечном счете, конечно, если брать сферу в целом, то, да, конечно, речь идет о общественно необходимом рабочем временем, затраченном на производство потребления. Но в каждом отдельном случае покупают социальный эффект от функционирования вот этих самых мультиков, роликов и много чего там, убранства торговых центров и всех вещей, которые производят человека как потребителя. В данном случае в качестве потребительной стоимости для капитала здесь выступает сам человек, который благодаря потреблению продуктов бесплатных начинает вести себя совершенно определенным образом. И, соответственно, производят... Почему в современном обществе многие технологии, они производятся именно для создания взаимодействия между людьми, потому что сам производственный процесс происходит не только там, где создаются эти продукты, а и потом, чтобы люди ими делились, взаимодействовали по их поводу и так далее. И, соответственно, создается фрагментарная коллективность, в которой люди включены в какие-то отдельные процессы, которые производят их как потребителя целой серии товаров. Без этого капитализм не работает. То есть сейчас товарное производство, если оно не дополняется таким нетоварным, товар просто не продается, он там где-то залеживается. И фактически, чтобы просто быть на плаву, капитал должен специально производить потребление. То есть если во времена Маркса можно было опускать тот момент, что потребительная стоимость товара, как способность удовлетворять человеческую потребность, она предполагает не просто наличие каких-то физических свойств, а что это вообще-то вещь целиком и полностью социальная. И то теперь акцент сместился на то, что для того, чтобы произвести эту самую потребительную стоимость товара, недостаточно произвести просто товар, надо произвести, собственно, человека, надо произвести потребность. И вот это производство потребности, где продуктом труда является определенное свойство людей, которые так напрямую не продается, потому что люди не продаются, они выступают для капитала потребительной стоимостью, которую он покупает. Производство потребления. Достаточно новое понятие в политэкономическом дискурсе. Как его уместить в классическую схему расширенного воспроизводства Маркса? В классической схеме воспроизводства, она же схема реализации, там два этажа – производство средств производства и производство средств потребления. Я беру эту схему и дополняю ее действительно вот этим производством потребления, потому что это уже свершившийся факт. Производство потребления у нас реально выделилось в отдельную сферу общественного производства, более того, эта сфера постоянно разрастается, потому что иначе реализация товара в принципе невозможна. И, соответственно, схема классическая, она должна быть дополнена с учетом выделения производства потребления. Причем, что интересно, в литературе то, что у нас вообще-то происходит производство потребления, как факт зафиксировали, ну, например, французские постмодернисты об этом писали, об этом писали американцы Барон и Суизи. Но они говорили о том, что это перераспределение, что это только процесс перераспределения. Вот у меня, честно говоря, тоже такая мысль возникла. Ведь создается ли стоимость в этом третьем подразделении, если мы добавляем в Марксову модель расширенного воспроизводства? Мне думается, что роль брендов в современной капиталистической экономике, это же тоже часть, в общем-то, производства потребления. Конечно. Заключается в том, что владелец этого бренда имеет возможность продавать товар по цене выше стоимости и, по сути дела, просто вступать в отношении неэквивалентного обмена с другими участниками экономики. Не совсем так, точнее, совсем не так, потому что затрачиваются просто миллиарды именно на производство потребления. То есть на производство людей под вещи. То есть это не просто дележ того, что уже создано, а это колоссальный общественный труд, более того, общественно необходимый труд, потому что иначе капитал не воспроизводится. И вот этот вот труд, он фактически оплачивается в цене каждого товара. Так стоимость создается новая в этом третьем подразделении или она только участвует в перераспределении уже созданной стоимости, как финансовый сектор, например? Ведь банковский клерк новой стоимости не создает. Он помогает банкиру перераспределять стоимости с промышленного сектора. Да, банковский клерк, естественно, никакой стоимости не создает. И, естественно, здесь мы, кстати, видим другой конец виртуализации. Она у нас существует как производственная товарная виртуализация, так и в качестве финансовой виртуализации. О ней написано гораздо больше вообще, просто финансы стали изучать. Даже их просто этот процесс происходил раньше. Здесь надо понимать, что каждый товар, который у нас существует, для того, чтобы произвести его именно как товар, потому что в товарном производстве что важно? Что мы не просто производим продукты, мы производим именно товары. И чтобы произвести его как товар, надо создавать вот это самое потребление, надо создавать людей под вещи, надо создавать способы взаимодействия. И весь вот этот общественно необходимый труд, который у нас в этом существует, это именно труд по созданию. Причем здесь важно что? Что с одной стороны стоимость у нас создается в процессе производства товаров. С другой стороны, здесь у нас производятся вовсе не товары, а люди. То есть у нас речь идет о нетоварном производстве. Но, тем не менее, вот это вот нетоварное производство, оно учитывается и оплачивается в каждом отдельном товаре. Все-таки уточнить необходимо следующий момент. Можем ли мы назвать производительным труд в сфере производства потребления? И какие профессии вообще относятся к этому процессу? Там маркетинг, реклама, кинематограф, кино, театр или что-то еще? Много чего туда относятся. Здесь, смотрите, здесь интересно. Труд производительным в смысле, что здесь вот у нас непосредственно создается прибавочная стоимость и так далее, и вообще стоимость вот так напрямую назвать, наверное, нельзя. Почему? Потому что, ну я же говорила, что у нас производятся вообще-то определенные функции индивида, функции человека. С другой стороны, если мы на этом остановимся, у нас будет ошибка. Очень большая ошибка, потому что для нас тогда это будет все просто перераспределение стоимости, и мы не учтем этот труд именно в производстве товара. Потому что здесь речь идет о создании потребительной стоимости товара. То, что это физически находится в другом месте, то, что это отдельная сфера производства, тем не менее, это не отменяет тот факт, что все эти люди участвуют в создании потребительной стоимости товара. Соответственно, и в создании товара. И, соответственно, их труд учитывается в стоимости этого самого товара. То есть он является необщественно необходимым трудом для создания товара. Именно как товара, а не как продукта, который может быть продан, не продан. Это все неинтересно капиталу. И для того, чтобы производить именно товары, мы должны этот труд затрачивать. И, соответственно, здесь мы можем говорить просто о отрасли, если рассматривать вот эту капиталистическую экономику как целое, мы можем говорить о том, что это такая же отрасль, как производство средств производства, производство средств потребления. И, соответственно, в создании товара, в создании его потребительной стоимости и стоимости участвуют все эти отрасли. Вот интересен вопрос о взаимоотношениях между вот этим третьим новым подразделением, которое мы ввели вот в нашем диалоге производства потребления с первыми двумя производства, средств производства и производства предметов потребления. Происходит ли процесс обмена между этими подразделениями? Конечно. Третье со вторым и с первым обмениваются чем-то? Естественно. И является ли этот обмен эквивалентным? Естественно, они обмениваются. Ну, например, производство средств. Производство должно создать средство производства для всех подразделений. И для третьего тоже. И для третьего тоже. Нужна конкретика. Что является средством производства для вот этого третьего подразделения, производства, потребления? Ну, например, компьютеры, например, там осветительная техника, например, вычислительная техника, которая прослеживает поведение пользователей и как вообще с ними иметь дела. Например, все те серверы, которые обеспечивают функционирование социальных сетей, вот это все, это вполне реальные средства производства, которые должны быть произведены. Постоянный капитал. А что с переменным капиталом в третьем подразделении? В смысле? Ну, в чем он себя выражает? Это просто сотрудники рекламных агентств, например, или актеры, или там школьные учителя, которые тоже создают, ну, участвуют... Нет, школьные учителя, это... Участвуют в процессе создания общественного оборудования. Школьные учителя, это, скорее, классические непроизводительные работники. Так, но ведь и здесь, получается, тоже. Мы говорим о непроизводительных работниках, если речь идет о создании этих нематериальных благ, таких как продукция киноиндустрии, которая создает общество потребления, конзюмеризм, и стимулирует спрос за счет создания потребления. Так, в общем, конзюмеризм – это про создание потребления. Ну, вот философия конзюмеризма, она на это настроена. По сути, такое перерождение киньсианства. Как стимулировать экономический рост? Стимулирует потребление. Чем больше люди покупают, тем быстрее растет экономика. И как под это подбить общественную философию? Ну, вот через рекламу. На самом деле, там это дело же не просто там в рекламе. Это развивалась эта сфера через сначала отдельные рекламные ролики. Ну, там какая-то продукция, неважно. Потому что изначально первая реклама – это просто информирование о товаре. Потом появилась, собственно, реклама, когда акцент смещается с товара на того, кто потребляет этот товар. Ну, допустим, в Америке появились образы домохозяек счастливых, которые пользуются какой-то там первобытной первой техникой бытовой. То есть здесь уже продается, собственно, не техника для уборки пыли, а счастливый образ домохозяйки. Это же такой закон маркетинга – продавать не товар, а эмоции. Да, и дальше уже все классическое общество потребления, о котором много кто писал, потом уже оно переходит в общество потребления переживания, то есть создание переживания, потребление переживания. И здесь на самом деле очень много чего задействовано. И некоторые корпорации, они тратят столько же на производство продукта и на производство потребления этого продукта, потому что если человеку не объяснить, зачем ему нужен айфон, то есть если не произвести эту потребность, то, соответственно, он и не нужен, в принципе, был. Это создание новых способов вообще взаимодействия человека с вещью, а не просто вещи. Вот тут интересный вопрос. Ведь потребность в таком новом, третьем дополнительном подразделении в модели расширенного воспроизводства возникает ведь на определенном этапе развития капитализма, когда созданием дополнительного спроса, созданием потребления капитализм решает какую-то задачу, которая позволяет ему выжить и преодолеть какие-то кризисы, внутренние противоречия. Вот какой этап в развитии капитализма можно выделить, когда произошел тот переход, когда далее капитализм уже не мог бы существовать без вот этого третьего подразделения, создающего спрос, создающего потребность. Ну, здесь можно зафиксировать как раз с появлением империализма. То есть здесь вот этот процесс, который я называю виртуализацией, он вообще характерен для эпохи империализма. То есть в чем вообще проблема? В том, что товарное производство, товарный характер общественного производства является исчерпанным. То есть он исторически исчерпан, общество уперлось в свою собственную товарность и, соответственно, чтобы производить товары, оно должно дополняться вот этой сферой нетоварного производства, которое, да, действительно производит нетовары, но в стоимости товаров как-то это производство должно учитываться. Здесь тоже у нас противоречие, причем противоречие не то, что нам кажется, что оно противоречит, это вполне реальное противоречие, что с одной стороны у нас нетоварное производство, с другой стороны в стоимости товара учитывается вот это вот самое нетоварное производство. И здесь просто связано именно с этим исчерпанием товарности как таковой. Какие материальные предпосылки этого явления? То есть вызвано ли это, например, законом падения средней нормы прибыли, или вызвано это законом накопления капитала, когда он достигает такой степени концентрации, и когда уже далее не может развиваться по-старому? Это же по большому счету один и тот же закон. Ну, понятно, но все же хотелось бы описание этой механики. Что привело капитализм, который вполне себе столетиями жил без этого третьего подразделения и решал свои задачи текущим образом, а вот в эпоху империализма невозможно стало жить по-старому? Какие законы капиталистического развития привели его к такому состоянию? Эти законы капиталистического развития были описаны Марксом во втором и третьем томе «Капитал». И я всем могу советовать просто читать, что там писал Маркс. Хотя бы зовите сами законы, а уж наши зрители их изучат по литературе. А закон, о котором говорит Маркс, это закон стоимости. А закон стоимости, как мы знаем, звучит как? Стоимость стремится к самовозрастанию. Все остальные частные законы, которые были выведены в капитале, это модификация этого самого закона стоимости. И стоимость стремится к самовозрастанию, а стоимость, как известно, это свойство товара. И как только у нас само товарное производство начинает приходить к тому, что товар не может быть произведен как товар, просто производят определенные продукты, когда у нас имеется определенное перманентное общественное перепроизводство, причем надо понимать, что перепроизводство, это не означает, что у всех все есть. Это означает, что как раз у многих ничего и даже необходимого нет. А тогда у нас появляется вот эта необходимость. То есть капиталин борется с кризисами перепроизводства таким образом. А успешно? Они же, в общем-то, никуда не делись из нашей жизни. В том-то и дело, что они, в общем-то, никуда не делись и никуда не делаются. Более того, вот эта виртуализация, она часто маскирует кризис перепроизводства. И в итоге это все оборачивается еще большими проблемами, которые решаются в том числе и при помощи таких процессов, событий, как мировые войны. То есть фактически это перезревший империализм, перезревший капитализм. И там, где общество должно переходить к производству человека как, вообще-то, основной цели общественного производства, оно осваивает частично вот эту социальную форму движения материи, начинает производить человека, но исключительно под вещи, под товары, которые потом продаются. И, естественно, у нас кризисы происходят, когда? Ну, в классической марксовой схеме кризисы происходят, когда у нас просто нарушается баланс между подразделениями. Когда у нас где-то происходит перепроизводство, соответственно, где-то недопроизводство, и как карточный домик начинает рушиться вся система, потому что у нас общество, писал, произвело больше того, чем ему надо. А, соответственно... Чем оно может потребить? Чем ему надо? Надо-то, в общем, много чего у людей границ, чем оно может реализовать и потребить. Перепроизводство больше платежеспособного спроса производства. И, получается, если где-то товары не проданы, то, ну, в таком общественно значимом масштабе, то капиталист, который не продал эти товары, он не купит новые средства производства, не наймет новую рабочую силу, ну и так далее. Получается, весь, все здание рушится. Производство потребления, оно здесь ничего не меняет. Здесь тоже самое, должен соблюдаться баланс. Но единственное, что надо понимать, что производство потребления оплачивается, когда покупают не... Ну, в конечном счете, когда покупают предметы потребления. Потому что если даже капиталист сферы производства средств потребления покупает и оплачивает как товары, какие-то продукты производства потребления, если он оплачивает социальные эффекты и так далее, тем не менее, конечная реализация происходит тогда, когда происходит продажа предметов потребления. А иначе вот здесь те же проблемы, те же кризисы перепроизводства. И более того, вот эти все костыли, которые капитализм изобретает для себя, они не решают никаких коренных проблем. Более того, они, ну, там, оттягивая проблемы, их только усугубляют. И фактически все те процессы, которые характерны для империализма, они... Ну, это и есть вот это движение виртуализированного капитала, которое, с одной стороны, превращается в финансовый капитал, в финансовая виртуализация, с другой стороны, вот на уровне непосредственно производства. Ну, надо еще понимать такую вещь, что финансы — это перераспределение, по большому счету. И чтобы что-то перераспределять, надо это что-то сначала произвести. Поэтому все проблемы, все тайны, все секреты кроются как раз в движении капитала в сфере производства. Именно производство определяет то, каким способом общество может быть ограблено, каким способом могут быть перераспределены продукты, созданные этим обществом и так далее. А где можно поподробнее знакомиться с этой теорией, поскольку в «Капитале Маркса» мы вряд ли найдем информацию о третьем подразделении, о производстве потребления? Там действительно этого нет. Куда же обратить взор заинтересованному нашему зрителю? Это результаты моей исследовательской работы. И об этом можно почитать в книге «Виртуализированный мир капитализма», которая сейчас как раз выходит. Выходные данные этой книги мы опубликуем в описании этого ролика. И если у зрителей появятся какие-то вопросы по ее содержанию, можно ли как-то выйти на связь с автором? Ну, я думаю, можно. В принципе, это несложно. Меня можно найти. В каких-то соцсетях или через почту? Как лучше взаимодействовать? Ну, я думаю, можно найти меня в каких-то социальных сетях. Хорошо. Кто ищет, тот найдет. Спасибо, Марина, за интересный диалог. Ждем вас еще на наших диалоговых передачах. Спасибо. До свидания.